Куйбышево-103 А во-вторых, это не обрушение всего дома, а обрушение его части Как правило, считается, что каждый дом имеет свою расчетную схему Расчетная схема в данном случае очень прочная И опасение, что повторится, если не убрать какие-то несущие конструкции внутри Повторится эта ситуация, вряд ли это произойдет, это первое Второе, что данное обрушение связано с локальным изменением несущей конструкции И в связи с этим произошло вертикальное обрушение определенной части дома То есть какие-то действия по перепланировке Да, действия по перепланировке И что самое важное, это ослабление несущей способности несущих конструкций Михаил Сергеевич, а вот те строительные работы, которые начались в этом доме Они как-то повлияют на состояние всего здания? Нет, они не повлияют на состояние всего здания Они даже только укрепят его, потому что будет восстановлено то звено, которое обрушилось Ну вот после этого происшествия на Куйбышево-103 были проведены обследования домов по городу Вы входили в частности в комиссию по Свердловскому району Какие результаты? Ну результаты такие, что у нас очень негативное отношение к тем домам, которые построены приблизительно Послевоенное время, в 50-е годы, на ленточных фундаментах Ленточные фундаменты – это локальное решение вопроса для нашего города И нужно было переходить на свайное поле, свайные поля Что мы и сделали уже начиная с начала 70-х годов Они более прочные Ну а все-таки есть дома в Свердловском районе, в частности, которые вызывают большие опасения? Да, есть такие дома, и над ними надо вести постоянное наблюдение А можете адреса назвать? Не понял? Адреса можете назвать? Ну а зачем адреса? Это известно в районе, известно в городе Поэтому тут нет смысла их перечислять Тем более, что каждый дом, который нами обследован Была рекомендация сделать детальное обследование не только поверхностных зданий, сооружений Но и фундаментов, и грунтового основания Для того, чтобы определиться, а в чем же зарыта, как говорит собака Почему происходят вот такие вот деформационные трещины и обрушения? В газете «Новый компаньон» вышла ваша статья, в которой вы называете две основные причины Почему плывут пермские дома Вот одну из причин техногенного характера вы уже сказали Совершенно верно Но есть еще и причина природного характера, можно об этом поподробнее? Можно сказать. Почему? Потому что, как правило, при застройке городов Рассматривают кварталы застройки А что на этом месте находилось до застройки Особенно внимания не обращается Делается вертикальная планировка, отсыпка с резкой И таким образом подготавливается территория для строительства Но здесь надо всегда помнить об одном Что грунтовые воды и поверхностные воды Они всегда будут держать свою линию И они рано или поздно вернутся к тому первичному источнику Который они были когда-то созданы природой Ну, это называется самозатопление городов Сейчас многие города, не только в России, но и в Европе И в Америке, они, как говорится, подвергаются самозатоплению То есть за счет изменения поверхностного стока Изменение подземного стока Влияет на состояние зданий И если это не учитывать при проектировании Тем более при строительстве То результаты будут, как говорят, налицо Ну, в частности, вы написали, что есть целый квартал На территории Свердловского района В границах улиц Чкалова, Красноармейской, Елькина, газеты «Звезда» Где вот эти процессы природного характера Наиболее, так скажем, ярко выражены Что там вообще происходит? Ну, происходит точно Когда было принято в 30-е годы решение О строительстве завода Сталина или Свердлова, как мы знаем То вот эта вот часть склона реки Данилих Она была практически вся спланирована И все овраги были затушеваны И на их месте стали возводить кварталы жилой застройки Ну, а как вы сейчас понимаете, что время ушло, время прошло И со временем теряется, как говорится, ориентация Все думают, что вот улица Белинского, она так была извечна Нет Здесь был широко распространенный сухой тальвик оврага Который выходил к Данилихе Есть еще и аналогичные сухие тальвики Сухой тальвик – это предгорье оврага Ну, и сегодня это все застроено И рано или поздно трескотня домов Она и появилась, и появляется И если не принять меры, она будет появляться Михаил Сергеевич, в своей статье Вы также написали о том Что остановить подъем уровня грунтовых вод Застроенной частью города практически невозможно А что же можно тогда сделать, чтобы снизить Вот этот негативный эффект на застройку в центре города? Ну, первое, что надо сделать, это, конечно, надо делать хороший водоотвод То есть поверхностный, то есть ливневая канализация Плюс к этому поверхностные воды должны все утекать Не фильтруясь в грунтовые основания, это первое Второе, это должны быть все те утечки, которые идут из теплотрассы Из водопровода, из канализации Они должны быть ликвидированы Ну, и, конечно, когда начинают вот особенно проверять готовность Теплоснабжения домов, они всегда выбрасывают воду в подъезды На улицу, это тоже категорически вроде бы не надо делать Это первое Второе, это надо сделать, если где-то надо, это можно определить расчетами То, может быть, выполнить дренажи дополнительные, чтобы убрать поверхностную воду Ну, и последнее, это что? Это самое кардинальное такое Это сделать упрочнение грунтового основания Сейчас есть методы, есть специалисты, у нас в городе работают такие Сегодня вот по районам сделана оценка Там везде, на каждом доме есть определенная рекламация, что надо делать, что надо предпринимать Это все формируется, формирует ЖКХ города Ну, а дальше это все зависит от решения руководства и возможности выполнять те или иные работы Хорошо, спасибо вам большое за беседу Я напомню, что на студии был заслуженный строитель России Михаил Плеханов Спасибо за просмотр!